Всевышний Аллах, уважаемые братья, сказал Напоминай через Кур'ан тем людям, которые боятся наказания в судный день Также Аллах сказал, описывая Кур'ан В этом Кур'ане есть напоминание Для того, у кого есть сердце Нету сомнений, когда человек читает Кур'ан Он должен размышлять над Кур'аном И основная суть Кур'ана для того, чтобы мы с вами размышляли над Кур'аном Субхану ва Та'ля сказал Неужто люди не размышляют над Кур'аном или на их сердцах замки? И одно из тех размышлений, через что мы возвеличим Аллаху, субхану ва Та'ля И стремимся к Аллаху, субхану ва Та'ля И начинаем его больше любить Когда мы читаем аяты и Кур'ан Алхамдулля, он весь великий Весь он великий И делится на две части Где Аллах, субхану ва Та'ля, говорит о ком-то помимо себя И где, субхану ва Та'ля, говорит о себе О своих имен, о своих качествах Это самое великое, что есть в Кур'ане Потому что мы все пришли сюда сейчас читать намаз Мы не видели Аллаха Никто не видел Аллаха, чтобы описать нам И ничто на него не похоже, чтобы сравнить Аллаха, субхану ва Та'ля, с кем-то Поэтому, как мы познаем Аллаха, субхану ва Та'ля, через Кур'ан, через его имена и качества Через его знамения, которые он посылает Аллах, субхану ва Та'ля, создал творение И Аллах, субхану ва Та'ля, юьид Потом все это восстановит То есть приведет в безжизнь перед судным днем Когда не будет жизни Потом вы вернетесь все к Аллаху, говорит, субхану ва Та'ля И когда наступит судный день Грешники будут в растерянности В страхе перед Аллахом, субхану ва Та'ля И из их сотоварищей, которые они брали, помимо Аллаха, субхану ва Та'ля, и поклонялись им Никто не сможет им помочь И они сами не уверуют в своих сотоварищей, которые они предавали Аллаху, субхану ва Та'ля Аллах, субхану ва Та'ля, говорит, и когда наступит судный день В этот день люди разделятся Ученые говорят, это называют фиракуль абади Вечная разлука То есть в этой жизни бывает, ты с кем-то встречался, потом разлучился Например, твой близкий человек, твой знакомый приехал с такой-то иной страны Или с такого-то города, ты с ним увиделся, потом разлучился Или бывает, мы каждый день с кем-то встречаемся, потом разлучаемся, потом опять встречаемся Но именно это единственное фиракуль абади Вечная разлука верующие зайдут в рай, неверующие зайдут пускай Аллах всех нас защитит в вечный ад в джаханном Аллаха потом говорит вот эти две группы которые навечно разлучатся может быть в этой жизни пересекался человек верующий с неверующим но в суд на день они никогда разлучатся и больше никогда не встретятся те которые уверили в Аллаху и делали благие дела то они будут радостными будут там рак Мухаммад сказал то что голос не видел уха не слышал и такой человек даже не может себе представить а те кто не уверен верили в нас и сочли знамения наши ложными и не уверили в судный день их приведут в джаханном будут наказываться воду после этого субхану ва-та'але сказал далек всего того что некоторые люди ему приписывают восхваляете Аллаху когда наступит вечер и когда наступит утро муфасиры говорят махриб намаз и фаджир намаз и Аллаху принадлежит хвала в небесах и на земле и после обеденное время то есть салат аль аср обеденная молитва аср намаз третья молитва и обеденная молитва в джахар муфасиры говорят Аллах субхану ва-та'але рассказал о пяти молитвах в двух этих аятах после этого субхану ва-та'але описывает свои качества и говорит из мертвого оживляет живого умертвляет и Аллах оживит землю после судного дня и все вы выйдете выйдете из могил к Аллаху субхану ва-та'але все мы с вами выйдем для великого суда после этого Аллах субхану ва-та'але описывает свои знамения дабы эти знамения если мы будем над ними размышлять тем самым мы будем больше приближаться к Аллаху субхану ва-та'але и любить Аллах субхану ва-та'але за эти знамения за эти милости которые он даровал нам Аллах субхану ва-та'але говорит субхану ва-та'але когда был спор между субхану ва-та'але субхану ва-та'але по отношению к вам то что он из вас же вам сотворил пару из Адама субхану ва-та'але сотворил хавва поэтому когда Адам был в раю а в раю то что глаз не видел ухо не слышал и человек такую красоту не может представить его душа полностью даже будучи в раю не успокоилась пока Аллах не сотворил ему пару из него же нашу с вами маму хавва поэтому каком бы большом дворце человек в этой жизни не жил но он там один без семьи без супруги без детей его душа не успокоится для чего Аллах субхану ва-та'але в другом аяте говорит из каждой вещи я сотворил пару то есть основа всех созданий это когда два не когда один когда два когда со своей парой и в чем же какое же ая какое же знамение в этом субхану ва-та'але говорит чтобы вы свои половинки нашли спокойствие поэтому часто бывает в семьях люди сами делают беспокойствие из каких-то мелочей первое для чего Аллах создал нам пару чтобы мы успокоились нашли спокойствие между мужем и женой Аллах создал переводит на русский язык как любовь но вы знаете то что арабский язык он глубокий богатый язык есть слово а слово это больше между братьями любовь есть слово то что неприсущим верующим это слепая любовь больше похоже на страсти а здесь субхану ва-та'але сказал мавадда в 18 тонном словаре толковом говорится мавадда это забота не просто когда муж жене говорит я люблю тебя а когда заботится о ней неверующий человек говорит я люблю свою супругу но он не хочет защитить свою семью от наказания ада это не та любовь или когда человек говорит я люблю свою семью приходит после утреной молитвы например видит что его супруга не читала намаз а скоро восходит солнце говорит я ее люблю я ее не буду будить это не эта любовь ты должен если ты ее любишь ты заботишься об ее ахирате об ее вечности как сказал субхану ва-та'але о верующий оберегите себя и свои семьи от наказания ада когда муж говорит пускай жена она ходит без хиджаба я ее люблю у нее есть право выбрать ты ее не любишь так как положено любить из этого аята ты не переживаешь за ее ахират ты не переживаешь ты не хочешь спасти себя ее от наказания и третье для чего Аллах сотворил парами для милосердия то есть поэтому должно быть построено отношение между мужем и женой на милости не на жесткости не на грубости поэтому когда человек говорит о Аллах прояви ко мне свою милость а сам не проявляет милость ни к своей семье ни к своей жене ни к близким ни к братьям то он не может ждать милости от Аллаха ведь пророк Мухаммад сказал то кто не проявит милость Аллах ему не проявит милость Поэтому, если мы хотим получить милость Аллаха, то мы должны быть не сходительны по отношению ко всем созданиям Аллаха, а в первую очередь по отношению к своей семье. И в этом же аяте Аллах закончил аят, сказал, поистине в этом есть знамение для размышляющих. Удивительный из этого аята, сказал и знамение Аллаха, и закончил, поистине в этом есть знамение. Почему Аллах повторил, как я говорил в Куране, для конкретизации. Например, Аллах говорит касательно Ибрагима, Ибрагима был уммой, один человек как община, то есть тот, за кем следовали. Этим вопросом мы понимаем, этим аятом мы понимаем, если бы аят закончился бы, поистине Ибрагим был общиной, мы бы поняли бы с вами, что Ибрагима был великим человеком, был праведным человеком, был один человек как община, но Аллах добавляет и говорит, он был покорным Аллаху, получается только одному Аллаху поклонялся. Аллах добавляет и говорит, ханиф, единобожник, значит все вопросы, ширка многобожия отпадает, но Аллах добавляет и говорит, и не было числа мушриков, язычников. Для чего? Для конкретизации. Дальше продолжает говорить, прослушаем эти аяты сердцами, ведь Аллах не спасал Кур'ан на сердце. То, что у вас разные языки, разные цвета кожи, и все вы при этом, все братья, любящие друг другу ради Аллаха, и все языки понимают Аллах, и нет разницы перед Аллахом, араб или не араб, темнокожий, светлокожий, а самый приближенный к Аллаху, как сказал Субхану Ва Таиле, более набожный, более, более, то, кто более богобоязненный. В этом есть знамение для знающих. Дальше Субхану Ва Таиле говорит, и знамение Аллаха, то, что вы ночью спите, отдыхаете, днем тоже кайлюлю делаете, чуть-чуть можете поспать, то есть берете сил, отдыхаете, и вы стараетесь, чтобы получить от Аллаха милости, то есть идете, выходите, работаете, зарабатываете из халяльного. Субхану Ва Таиле говорит, описывая свои аяты, говорит, в этом есть знамение для тех, кто слышит. И знамение Аллаха, то, что Он вам показывает молнию, гром, с громом молния идет. Некоторые боятся этого. И Аллах Субхану Ва Таиле дает с небес дождь обильный. После этого земля, она заново приходит в жизнь. И знамение Аллаха, то, что небо и земля, они стоят, то есть по приказу Аллаха, Субхану Ва Таиле. А потом, когда вас призовут выйти из земли, все вы встанете из могил и пойдете к Аллаху Субхану Ва Таиле. После этого Субхану Ва Таиле говорит, Аллах тот, который начинает, дает жизнь. И Аллах Субхану Ва Таиле восстанавливает, то есть после смерти оживляет. И здесь Всевышний сказал, это еще легче Аллаху. Это что? Это долина на то, что мы все верим, что Он нас сотворил. Аллах Субхану Ва Таиле, не было бытия. А здесь Субхану Ва Таиле говорит, есть бытие, есть тело, есть душа. Юид, иада. Я повторю, заново вас повторю. То есть это еще легче, говорит Субхану Ва Таиле. Хотя все легко, Субхану Ва Таиле. Но здесь хочет Аллах Субхану Ва Таиле донести до нас. Если ты, например, машину чуть-чуть поцарапал, подкрасить ее, легче, чем заново такую собрать машину. Что-то сломал, поделать, подчинить, легче, чем заново это что-то изобрести. Здесь тоже Субхану Ва Таиле хочет до нас донести, говорит, есть тело, есть душа, я вас заново повторю, это еще легче. И Аллах Субхану Ва Таиле великий пример в небесах и на земле. Ничто на него не подобно. Поэтому, вот эти аяты нас пробуждает иман. И мы, благодарим Аллаха Субхану Ва Таиле, что мы поклоняемся только одному Аллаху Субхану Ва Таиле, тому Аллаху Субхану Ва Таиле, который описал свои знамения, свой иман. Представляете, если сейчас мы были бы не поклонялись Аллаху Субхану Ва Таиле, а поклонялись какому-то животному, как некоторые поклоняются, или солнцу, или луне, или еще чему-то. Поэтому, альхамду Лля, и это мы должны беречь, как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, в сотный день придут человека, у него будет, подобно 99 журналам, полностью записаны его грехи. И тогда он подумает, что он уничтожен. И тогда Аллах Субхану Ва Таиле скажет, ты не будешь сегодня притеснен. И принеснут ему битаку, маленькую карточку. И тогда он скажет, у тебя есть маленькая карточка, для тебя уготовлена, на судный день. Тогда он скажет, как может маленькая карточка помочь против этих 99 от земли до небес, журналами, такими величиной, записаны мои грехи. Как она может помочь? Ты сегодня не будешь притеснен. И на этой битаке, и на этой карточке написано, нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Положат эту карточку на одну чашу весов. И все эти 99 сиджиль, все эти 99 журналов, величиной от небес до земли, грехами переполнены на другую чашу весов и перевесит его. Ла Илах, и Ла Ла, и он зайдет в рай. Поэтому, الحمد لله, мы благодарим Аллаху, سبحانه وتعالى, то, что мы поклоняемся только одному Аллаху, سبحانه وتعالى, взываем только к Аллаху, سبحانه وتعالى, Всевышний Аллах сказал, ذلكم ربكم لهم الملك والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعو دعاكم ولا يسمعو مستجابو لكم و يوم القيامة يكفرون Это ваш Господь. Ему принадлежит вся власть. Те, кому вы вызываете, помимо Аллаха, они ничем не могут вам помочь. Если вы к ним будете вызывать, они не услышат вашу дуа, а если услышат, не смогут ответить. А в судный день сами же они не уверуют в ваш щирк, ваше многобожие, говорит Субханаху ва Та'ала. Субтитры создавал DimaTorzok